Мало кто знает, что зомби действительно существуют. Правда, не в таком виде, как мы привыкли их представлять. Их можно встретить в тропических лесах. Это муравьи и другие мелкие насекомые. Они становятся зомби после того, как их настигает кордицепс, гриб, управляющий их телом. Пораженное насекомое, в данном случае муравей, покидает свою колонию и обосновывается на листе дерева. После того, как жертва занимает удобное для манипулятора положение, гриб начинает прорастать сквозь его тело и голову. Подобный феномен стал основой сюжета видеоигры The Last of Us. Одни из нас. В студии Naughty Dog. Где мутировавший кордицепс поразил человечество. Привет, друзья, с вами Гуглов. Сегодня я вам покажу примеры настоящих зомби в природе. Поехали! Давайте узнаем про этот гриб подробнее. Обычно споры этого гриба-паразита попадают на тело муравья и прорастают внутрь его организма. Весь этот процесс сопровождается выделением в тело муравья определенных веществ алкалоидной группы, которые и заставляют муравья забыть о своих нуждах и полностью подчиниться паразиту. Пораженные этим грибом муравьи уходят из своего муравейника и начинают скитаться в одиночестве, подыскивая самое благоприятное место для жизни своего хозяина. Именно в этом и состоит главная цель кардицепса – с помощью муравья добраться до лучшего места, где он смог бы продолжить расти. Поскольку этот паразит не может расти ни высоко в кронах деревьев, ни на земле или близко к ней, муравью дается команда отыскать место, где грибу идеально подойдет температура и влажность для размножения. Когда подходящее для паразита место найдено, муравей погибает, а из его головы вырастает гриб, образуя коробочку со спорами. Споры, осыпаясь, попадают на других муравьев, которых вскоре постигнет известная участь. В лесах Коста-Рики обитает вид ос наездников Хименоя пимекис аргирафага, которые способны превращать пауков в безропотных зомби. Пауки вида Плесиомета аргира весь свой день проводят в заботах по починке паутины и ловле насекомых. Но стоит такому пауку стать жертвой наездника, как он бросает все свои дела и проводит остаток своей жизни, замуровывая себя в кокон из паутины. Кокон нужен для защиты личинки, которую коварный наездник откладывает прямо в паука. Сначала наездник кусает паука и вводит ему парализующий яд. Потом он откладывает в него личинку и улетает. Паук приходит в себя и в течение следующих двух недель ведет себя, как ни в чем не бывало. Все это время личинка наездника поедает паука изнутри. За день до того, как паразит окончательно убьет своего хозяина, срабатывает странный механизм, который заставляет паука вместо привычной большой и круглой паутины сплетать маленькую и прямоугольную. Затем паук залезает в центр паутины и замуровывает самого себя в кокон. После этого личинка паразита убивает паука и некоторое время обитает в коконе, который представляет собой прекрасную защиту от ветра, дождя и муравьев. Осы паразиты глиптопантелес высаживают свои личинки в гусениц-пяденице терентиина леукокирая. Для начала оса парализует гусеницу и пока та остается неподвижной, спокойно откладывает в ее тело около 80 яиц. Вместе с ними она впрыскивает особые токсины, которые не только препятствуют сопротивлению иммунной системы гусеницы к инородному вторжению, то есть яйцам, но и парализуют ее, чтобы она не превратилась в куколку. Иначе это убьет потомство осы. Таким образом гусеница не только не сопротивляется нападению, но и служит пропитанием для личинок осы, а также защищает вылупившееся потомство словно зомби. Вылупившиеся внутри гусеницы личинки осы начинают изменять химические реакции своей суррогатной мамочки, что сказывается на ее поведении. Они продолжают развиваться внутри гусеницы, питаясь ее соками и жидкостью. Когда приходит время окукливания, то личинки прогрызают в теле жертвы выход и выбираются наружу. Но самое интересное то, что после этого гусеница остается жива. Как только личинки выбрались, они сразу же начинают создавать вокруг себя коконы, после чего гусеница неустанно охраняет их от посягательств различных насекомых, например, клопов-щитников, которые специализируются на личинках осы. Гусеница зомби остается жива в течение всей стадии окукливания личинок и с их вылуплением она погибает. Лейкохлоридий парадоксальный Лейкохлоридий парадоксальный является паразитическим червем из типа плоских червей. Он паразитирует в кишечнике некоторых видов воробьиных птиц, при этом используя в качестве промежуточного хозяина брюхоногих моллюсков. Длина взрослого лейкохлоридия не превышает 2 мм при ширине тела до 1 мм. Он прикрепляется к телу хозяина присосками – ротовой и брюшной. Производимые паразитом яйца вместе с пометом птиц попадают на траву, где их обязательно должен проглотить промежуточный хозяин паразита – янтарная улитка. Из яиц в теле улитки развивается личинка, которая носит название мироцидий, который потом превращается в спороцисту. Спороциста постепенно увеличивается в размерах, образуя особые выросты, которые распространяются по всему телу улитки. После того, как один из выростов спороцисты попадает в щупальцы улитки, он начинает увеличиваться в диаметре и приобретает ярко-зеленый цвет. В таком виде вырос спороциста становится хорошо заметным снаружи сквозь полупрозрачный кожный покров улитки. Вырос начинает автономно совершать частые подергивания, и благодаря яркой раскраске и заметному движению внутри улитки он начинает напоминать гусеницу какой-то бабочки. Из-за такого сходства он привлекает к себе внимание птиц, которые клюют, а затем и проглатывают гусеницу-обманку, заражаясь паразитом. Еще один зомбирующий паразит с длинным именем – ленточный червь – шистоцефалус солидус. Он попадает в организм мелкой рыбы по длинному пути. Яйца вместе с птичьим пометом попадают в воду, вылупившуюся личинку съедает мелкая ракообразная, которая после становится добычей рыбки из семейства колюшковых. Оказавшись внутри рыбки, червь начинает действовать в полную силу. Для начала он заставляет рыбку найти более теплые воды, где она будет расти быстрее. И червь растет вместе с хозяином. В некоторых случаях он может вырасти настолько, что будет весить больше собственного хозяина. Когда приходит время переехать в желудок птицы, червь заставляет колюшку стать смелее и плавать в одиночку, вдали от других рыб своего вида, что делает ее более привлекательной добычей для рыбоядных птиц. Для выращивания личинок изумрудные осы предпочитают использовать живых жертв. Осы охотятся на тараканов и лишают их способности самостоятельного передвижения. Это происходит после пары укусов, которые, хотя и оставляют способность двигаться, напрочь решают жертву своей воли, так что оса спокойно может довести выбранного таракана до своей норки, просто взяв за усики и понуждая идти в нужном направлении. В норке оса начиняет мягкое брюшко таракана своими яйцами и покидает его. Но на этом забота о потомстве не заканчивается. Чтобы обезопасить своих личинок, оса начинает собирать камушки, чтобы завалить ими вход в норку. Вылупившиеся личинки выедают еще живого таракана изнутри, а затем в нем же окукливаются, чтобы выйти на поверхность уже вполне взрослой особью. Так через две недели из укрытия появляются новые поколения ос, готовых к размножению с первого дня. Но не только взрослые особи изумрудной осы готовы удивлять ученых. У личинок тоже есть свои таланты. Как известно, тараканы опасны прежде всего тем, что под завязку набиты всевозможными бактериями, которые могут причинить вред любому живому существу. Личинки, перед тем, как начать поедать таракана, производят полную дезинфекцию его мяса. Видите оранжевого слезняка на брюшке у краба? Это саккулина. Морское паразитическое ракообразное. Эта история начинается в тот момент, когда самка новорожденной саккулины уже прожила несколько дней и начала покрываться тонким панцирем. Она окрепла и готова приступить к подселению в краба. Чаще всего саккулина прикрепляется к клешне животного. Припарковавшись на клешне, личинка просто берет и сбрасывает все свое тело, кроме головы. На голове паразита отрастает острый и полый шип для бурения мягких тканей зараженного. Она внедряется в тело краба через сустав на клешне. Далее личинка пробирается в самый центр его тела, а после с помощью той самой полой иглы впрыскивает саму себя, как жидкость, в пищеварительный тракт краба. По факту, после сброса всех твердых тканей, личинка саккулины представляет собой просто небольшое скопление клеток. Начинается активная стадия роста паразита. Бесформенный комок клеток сильно разрастается и становится размером до 3 см. Саккулина высасывает из краба всю его жизненную силу. Все соки и питательные вещества, но не убивает. Паразит делает из него послушного зомби. Также саккулин уничтожает половые органы краба. Заполучив полный контроль над телом жертвы, личинка становится готова к размножению. Она частично выходит наружу в том месте, где краб должен вынашивать собственную икру. В паразитарном мешке появляется отверстие. Плавающие в воде самцы, забравшись в отверстие, также отбрасывают все свое тело, кроме головы, внедряются в самку и до конца жизни просто производят сперму для создания новых саккулин. А теперь приготовьтесь к самому интересному. Вы только сильно не нервничайте. Но ученые утверждают, что половина людей на земле поражены мозговым паразитом таксоплазмой. Однажды заразившись, человек вынашивает этого паразита всю оставшуюся жизнь. Наибольшее распространение таксоплазмоза наблюдается в странах, где люди предпочитают употреблять в пищу слабо пожаренное мясо. К примеру, таксоплазмозом заражены 80% жителей Франции. Также под ударом могут оказаться любители кошек. Несмотря на то, что таксоплазма прекрасно себя чувствует в мозге любого млекопитающего, коты остаются их излюбленным местом обитания. По последним исследованиям ученых, таксоплазмоз вызывает у людей склонность к шизофрении и резким сменам настроения. Инфицированные мужчины более агрессивны и завистливы, а у инфицированных женщин эти качества выражаются еще острее. У страдающих таксоплазмозом замедленная реакция, они чаще попадают в ДТП. На этом все, друзья. С вами был Гуглов. Смотрите другие мои видео, а завтра уже выходит новый ролик. Не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok